В этом году зима долго и настырно отстаивала свои права и не давала дорогу молодой весне. Но вот холода с боем отступили. Это значит по улицам города потекут ручьи, которые доставляют удовольствие разве что романтичным натурам и юным любителям запускать бумажные кораблики. Чтобы гражданам не приходилось опустошать прилавки магазинов, торгующих резиновыми сапогами, в городе работает ливневая канализация, история которой уходит корнями в Самару Купеческую. 1907 год. В центральной части города начинается стройка общесплавной канализации. Вдоль рек Волга и Самара начинают работу несколько ливнестоков. Они отводили не только бытовые, но и сточные воды. Кстати, эта сеть частично эксплуатируется до сих пор. 50-е годы прошлого века город Куйбышев расширяется. Новые микрорайоны – высотные дома. Естественно, без ливневой канализации обходиться невозможно. Советский человек не чужд буржуазных радостей и комфорта. Начинается строительство самостоятельной сети трубопроводов. Магистральные коллекторы протяженностью более 330 километров, почти 8 тысяч смотровых колодцев, более 5 тысяч дождеприемников, две насосные станции. Такова сегодня система ливневой канализации Самары. Все это находится в ведении муниципального предприятия инженерной системы, которая работает на территории города уже 5 лет. Раньше муниципальное предприятие занималось только очисткой, но на сегодняшний день уже результаты технической инвентаризации показали, что требуется не только очистка, требуется уже реконструкция, перекладка аварийных участков дорог, аварийных участков коллекторов. Инженерным системам досталось довольно скудное наследство. 80% городских коллекторов дождевой канализации были построены в середине 20 века. Муниципальному предприятию передали спецтехнику с износом более 85%. По самым скромным подсчетам, привести систему ливневок в полный порядок будет стоить 12,5 миллиардов рублей. В такой обстановке и приходится работать. При этом специалисты предприятия неплохо справляются. Вход в парк Гагарина со стороны улицы Советской Армии. Каждую весну и просто после дождя здесь появляется настоящее озеро. Совсем такое же, как в самом парке, только без лебедей и катамаранов. Ливневок здесь просто не было. Куда воде уходить? Специалисты инженерных систем построили 11 смотровых и 6 дождеприемных колодцев, проложили новый трубопровод. Сеть прошла через улицу Советской Армии. Чтобы не перекрывать движение, канализацию провели закрытым способом – проколом грунта. Заложили стальную гильзу, в нее поместили железобетонные трубы. Этот объект теперь можно эксплуатировать 30 лет без капитального ремонта. В прошлом году реконструкция коллекторов была проведена и на Днепровском проезде. Жители Безымянки уже стали любовно называть этот участок «нашим озером». Такую же работу специалисты инженерных систем выполнили на улице Физкультурной перед путепроводом. Пришедшие в негодность трубы дождевой канализации заменили на проспекте Кирова по улице Ташкентской. 2012 год был напряженным для муниципального предприятия. Привели в порядок ливневки на многих улицах Самары. В городской администрации понимают, нельзя вечно просто откачивать воду. Сейчас готовится проектная документация по строительству сетей дождевой канализации на проблемных улицах. Также уделяют внимание очистке оврагов. По сути, это естественные ливневки. Кстати, нормальному стоку дождевых вод мешает не только изношенная система, но и обычная человеческая бескультурья. Выброшенные из окон автомобилей пластиковые бутылки, мусор, окурки. Все это забивают дождеприемные колодцы. А то, что все-таки проскочило через трубы, попадает в Волгу. В Самаре нет очистных сооружений для дождевых стоков. Так исторически сложилось. Но скоро эти сооружения появятся. В этом году начала работать целевая программа по развитию ливневой канализации. Рассчитана программа на 10 лет. Финансируется из городского бюджета. Однако к делу подключится и областная казна. Сейчас введение инженерных систем 48 машин, гидроманипуляторы для откачки вод, для промывки. В прошлом году городские власти закупили для муниципального предприятия 10 новеньких автомобилей. Итальянское оборудование, мощные насосы. В старых машинах грелись с помощью буржуек. В новых не успеваем заметить, как рабочий день пролетает, рассказывает водитель-оператор Михаил Терешин. По сравнению со старыми, конечно, она, во-первых, и сильнее машина. Давление больше дает. Вот насос стоит итальянской фирмы. Удобно на ней ездить. Она регулировки все там. Более-менее рулевая, легкая. Самое главное, ездить, когда тяжело груженный, уже легче на ней ехать, чем на старый. В этом году работа по промывке дождевой канализации уже идет полным ходом. С 1 марта в рамках мероприятия по подготовке к весеннему паводку уже 2013 года был с 1 марта начат пролив горячей водой дождеприемных колодцев в особо опасных местах, так называемых. И в городе Самара около 375 мест для беспрепятственного пропуска сточных вод. Специалисты инженерных систем работают круглосуточно. 14 бригад всегда на посту. В первую очередь очищаются дождеприемники от песка, которым зимой посыпало гололед. После этого очищают коллекторы дождевой канализации, чтобы талая и дождевая вода не задерживалась на улицах города. Особое внимание уделяют магистралям, где вода скапливается в период дождей. Это улица Клиническая, проспект Ленина, Осипенко, Старозагора, Белорусская. 120 атмосфер. Давит на этот шланг, чтобы размыть вот это все. Всю вот эту грязь. Сейчас вот это все очищать, раздабливать, размывать и собирать. В городе полно так называемых бесхозных сетей дождевой канализации. Инженерным системам приходится брать их на баланс. Прочищать, ремонтировать, менять трубы. Ежегодно муниципальное предприятие берет под свое крыло по 10 километров таких сетей. Кстати, от исправной работы ливневой канализации напрямую зависит износ дорожного полотна. Если вода застаивается на дороге, из-за перепадов температуры асфальт начинает идти трещинами. Инженерные системы продолжают работу по развитию сетей дождевой канализации. Впереди чемпионат мира по футболу 2018. Самара не должна ударить в грязь лицом перед иностранными болельщиками. И не ударит. С хорошей ливневкой никакой грязи и луж на улицах быть не может.